Ачуевский осетровый завод был организован на основе рыбоводной станции по разведению молоди частяковых рыб в 50-е годы прошлого века. С годами производственная база завода расширялась. И уже с 1970 года завод специализируется на выращивании молоди русского осетра и ежегодно выпускает в природу до 700 тысяч молоди этого вида. Тему продолжат наши корреспонденты. Вот такие американские горки, комментирует выпуск мальков русского осетра рыбоводы. Пока полуторамесячные мальки из специального контейнера по гофрированному желобу скатываются в бассейны Азовского моря. Туда отправляются уже подрощенные мальки. Из икры они вылупились в конце апреля – начале мая и уже достигли 10 сантиметров в длину, а весят около 2 граммов. Как отметила заместитель начальника Ачуевского осетрового рыбоводного завода Светлана Сташко, это оптимальный размер и возраст для мальков. Они уже не беззащитны, но ещё и не привыкли к человеку. В 2016 году на Ачуевском осетровом заводе было доведено государственное задание в количестве 700 тысяч штук русского осетра на выпуске в естественную среду обитания. В Азовское море, бассейн Азовского моря. Сегодня мы выпускаем нашу молоть, которая достигла на веске почти что 2 грамм. Она жизнеспособная. Надеемся на то, что она вернётся на наш завод и даст такое же здоровое, хорошее поколение. Ачуевский осетровый рыбоводный завод – один из ведущих на юге страны. В крае осталось всего три завода, занимающихся воспроизведением рыб осетровых пород – в Славинском районе, в Тимрюке и Станице-Гривенской. В Краснодарском крае выращивается четвёртая часть всей воспроизводимой молоди осетровых, отметили представители Краевого министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Они совместно с руководством осетровых заводов по Краснодарскому краю, а также со специалистами рыбоинспекции, присутствовали при зарыблении бассейнов Азовского моря. Большую часть мальков выпускали непосредственно из рук, чтобы прочувствовать, как в реку вливается новая жизнь. В первое большое плавание на этот раз отправились более 700 тысяч мальков русского осетра. Специалисты рыбоводного завода пояснили, чтобы дать потомство рыбкам нужно расти около 20 лет. Как показывает практика, выживает только малая часть сигалеток. Половой зрелости достигают обычно только полтора процента мальков. Эта норма подчёркивают специалисты. Главная цель такого искусственного воспроизводства осетровых – поддержание этого вида в нашем крае на хорошем уровне. Надежда Неткачева, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».